Более недавно мы отметили двух собратьев рождения Государя Росвободителя, взорванного бомбой. И, кстати говоря, такая и взаимосвязь интересная. Государь Мученик, 16-летний, в этот день он стал наследником. Он видел ту участь, которую постигла его деда. И я думаю, что в этот момент он, видимо, так это представил, что, возможно, когда-нибудь это коснется его самого. И вот как раз в этом году мы будем отмечать столетие к устроенному целлюбийству. Но что касаемо, иногда по проекту я немножко похожу, а вот что касаемо предстоящей конференции, да, столетия к устроенному целлюбийству. Дело в том, что я сейчас как раз вот штудирую воспоминания, ну и, понятно, книгу Соколова, у меня там «Оследственное дело», и, значит, воспоминания капитана Булыгина, который был постановлен в Восточной императрице Мари Федоровной для восстановления судьбы императорской семьи. Вот, и, кстати, Булыгин именно в своей книге приводит краткий отчет для Восточной императрицы. Я думаю, что именно ним можно будет воспользоваться на этой конференции, чтобы не, да, вот это обширное все, не перелопачивать. У него есть как бы выжимка такая краткая вещь. Вот, но, конечно, так сказать, вот воспоминания, кстати, вот и лейд медика Боткина, и это Евгения Сергеевича, которые, вот я говорю, были, так сказать, они, кстати говоря, изданы норвежским автором, его мало где вообще есть, вот, и, то есть это, опять же, да, и отчетлены Булыгин и воспоминания, и воспоминания бывшего, значит, корнета Маркова Сергея, которого был тоже постанов в Восточной императрице, то есть здесь, как бы, мы имеем несколько, может так, спасения, но, к сожалению, все они не увенчались успехом, вот, об этом тоже нужно будет говорить, вот. Но самое интересное, что, конечно, почему, да, в чем причина того, что нужно об этом говорить? Потому что за эти 20 лет, мы знаем, да, что в 98-м году, вот эта вот комиссия Ельцинская, она, по сути дела, заложила мнимые останки в Тарполовском соборе, и я думаю, что, как я говорил на радиостанции «Благовещение», когда мы там делали интервью с Алексеем Евгением Валерьевичем, значит, по всей видимости, власти преследуют две цели, первая, это, значит, сделать реальностью, ну, как бы, оставлять реальность, то, что сказал один из убийц, да, Бейнер, значит, по поводу того, что мир никогда не узнает, что мы с ними сделали, по поводу сожжения остальных. То есть, как бы, такого даже никто не... То есть, вот, и Соколов, да, и генерал Детерис, когда это все описывали по поводу уничтожения останков, им даже в голову не могло прийти, что наследники убийц подложат останки, что-то скрытие, сожжение тела, понимаете? Вот, поэтому, это, конечно, кощунство величайшее, вот, тем более, что, вот, первая, это причина, а вторая причина, это для дискредитации уже чувств наших собратьев, да, православных и европейских, потому что они обращаются в молитву к этим ложным останкам, а чудес от них быть не может, потому что это не останки, это не мощь, соответственно, вторая причина взорвает, по всей видимости, почитание, церковное почитание. Поэтому, и я думаю, что этих двух причин для Всероссийского монархического движения вполне хватит, для того, чтобы ставить вопросы к этой, как раз, крещёнственной теме, вот, и я думаю, и здесь, конечно, нужно знать точку зрения тех, кто пытается подмять, да, всё это, и выдать за, якобы, останки церкви семьи, но об этом тоже есть, соответствующие книги, есть анализ, так называемые, что-то, дамы Лыковой из архива, которые, как раз, это всё сейчас пытаются опять. Они, якобы, нашли части останков Марии Николая, царевича Алексея, только непонятно, если они заложили 11 скелетов в 98-м году, откуда могут быть части, ещё какие-то, хотя и кажется, что убили 11 человек. Ну, и то по поводу того, что убили только императора, а все страны и спаслись, это их, как бы, ложка была ещё тогда. Поэтому, это они сейчас признают, что все 11. Тогда-то они и редко даже боялись, понимаете. Вот, поэтому, важность, конечно, тем более в такую дату, да, столетие, опять же, ритуального целлюбийства, я думаю, для нас это просто дело чести дало. Ну, а по поводу проекта, значит, что можно сказать? Ну, в принципе, как бы, в общем и целом, наше движение согласно с предложенным проектом. Единственное, вот здесь есть маленькие какие-то такие моменты. Вот четвёртый пункт, да, последняя вот фраза, подменяющая монархию одобрением любой авторитарной. В общем, монархия тоже авторитарная. Любой авторитарный, то есть расширительный, любая авторитарная. Да, но имеется в виду, что тут можно было опустить авторитарный, а одобрением к ироническим. Это было исправление, как раз по рекомендации одного из ваших стран. Да, 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 да. Нет, именно авторитарный, просто. Ну, правильно, потому что монархия, это что же авторитарная, в общем-то? Ну, хорошо, я понимаю. Вот, поэтому, то есть, не контролирующая частную жизнь граждан. Вот, и, значит, что ещё здесь, да? А, вот там, где ещё есть такое противоречие между... А, вот, да. Значит, вот в третьем пункте, да? При этом демократические институты являются жизнетворными, лишь когда они упреждают подлинную аристократию. Ну, да, это по поводу самоуправления. А дальше где-то здесь есть... Тут прямо слова радио. Такой момент... Ну, не-не, это я всё понимаю, да. Но я имею в виду, что там есть какой-то... А, вот, да. Цели монархистов расходятся к одному. С целями коммунистов и социалистов, так и с целями либералов. Я думаю, что надо ставить точку. Потому что, если мы пишем, что демократические институты являются жизнетворными, а это и не... А мы, ну, хоть демократов понимаем же. Вы демократы противоречивые. Конечно. Ну, потому что мы пишем, что демократические институты являются жизнетворными. А после этого мы пишем, что мы против демократов. А как? По-моему, нет противоречивых. Нет, нет, а достаточно их проименовать либералами, тем более, что... Ну, не каждый либерал-демократ, а не каждый демократ-либерал. Так в том-то и дело, я же об этом и говорил. Русская демократия, она вне партийном, это земское самоуправление. Здесь у нас слово «дорога власти» Давайте мы тогда каждое выступление затронем, у нас есть два момента. И вот по поводу периодов русской истории, которые здесь интересны. Для нас, конечно, не мешало поименовать, какие периоды в Российской империи были неудачи. Потому что, во-первых, это, конечно, европеализация петровская, которая заменила самодержавную власть на абсолютистскую. То есть искажение самодержавной власти в абсолютную, произошло замещение. И потом у нас все эти революционеры боролись, так сказать, под самодержавию, они понимали именно как раз абсолютизм. Ну, то бишь, отсутствие составно-представительной монархии, да, оно как раз вот именно приводит и, по сути, и привело так к той революции, о которой мы сейчас, то есть, особенно, последствия, которые мы переживали на самом деле. Вот, поэтому, ну и потом вот в советском переведение негативные стороны. Если мы говорим о том, что у нас нет права влияния в Российской империи, а, собственно говоря, весь этот, весь нынешний, нет, в советской, нынешней Российской Федерации является промоком никакой, а пункт шестой шестой. Значит, нынешняя Российская Федерация является правоприемником чего? СССР? Нет, не федерации. Они оформлены. Нет, ну они же пишут. Не оформлены никак. Но в любом случае, мы же понимаем, что в 91-м году произошла как раз перекройка советской ременклатуры, которые, так сказать, украшили некоторые элементы русского самосознания, да, там, учет герб, флаг, вот, и там искаженный, да, вот. И затем, если мы признаем, да, как это признавали, там, на всезарубежном съезде в 26-м году, или в 26-м, что творцы СССР приехали в закломбированном вагоне, да, а, как писал историк Сергеевич Вальденбурн, это, так сказать, не какое-то плохое русское правительство, это вообще не русское правительство, завезенное как раз из воюющей страны, да. И вот они являются предтечами сегодняшних владельцев. Соответственно, как мы можем видеть какие-то положительные стороны, а именно в Советском. Другое дело, что достижения русского народа на Советском период были, и их нужно просто вернуть у коммунного большевизма, и все. То есть взять свое. Но говорить, что в Советском были какие-то положительные стороны, на мой взгляд, не представляется. Иначе какие же у нас, как монархисты, если мы говорим... Если вы будете говорить, что проще сказать, что в Советском Союзе не было ничего хорошего, если вы начали купить? Нет, я же говорю. Вы прочтите текст, потому что сейчас вы говорите, я не могу найти, где в этом сказано. Ну вот, смотри, шестой пункт. Я смотрю шестой пункт. Так же и в Советском периоде истории негативные стороны, между всего, политические движения. Ну, это все так, все так. Но имеется в виду, не отрицая при этом достижения, труда и творчества нашего народа. Но можно написать, что, так сказать, во все периоды эти негативные стороны. А вот дальше не отрицая, значит, достижения труда и творчества нашего народа. Это получается нормально, естественно. Получаются какие-то отдельные периоды, мы только не признаем. А все остальное вроде нормально. А тогда как? 110 миллионов русского и передных народов России жертв коммунизма. И как мы можем в себе... А в какой период истории жертвы были кроме советского? Тут про Советский период написано. Да. В Советском периоде истории негативные стороны, политическом режиме построенному на идеологическом диктации, историческом диктации, историческом диктации, направлении политической номенклатуры. Ну да. Ну я ответил советом, тут все правильно. Вроде как есть то, что позитивно, не позитивно. Нет, понимаете, вот написано в советском периоде истории только негативные стороны, а так, получается, он нормальный. То есть только стороны, а в общем и целом, ну, все нормально. А как это? Ну, то есть несколько уточняющих породов. Ну да, и все-таки надо бы заложить нам, вот как раз по поводу... Какой же мы видим, мы же знаем шесть видов монарх. Именно то, что сословно представитель, но и проеквативно представитель. Ну, имеется в виду, власть монарха совместно с Девцом и Собором. Потому что это тоже, как бы, значит, когда так общуют, они понятно, да, а что они собираются возрождать? В конец седьмого пункта. Какой? В конец седьмого пункта. В конец седьмого пункта. В конец седьмого пункта. В согласии с будущим земским собором. И, кстати говоря, можно же провести прямую линию между последним его пунктом, да, не знаю, у нас движение именно так. Мы именно, законность власти императора родим именно из этого прямого общественного собора. Ну, все так. Хотел бы точку поставить по поводу советского периода. В общем, не дискутируйте. Дело в том, что, говорят, что нет ничего хорошего, но русские люди жили в советском периоде. Русские были, и поэтому происходили те вещи, которые, мы сейчас говорим, что хорошее было, потому что были русские. Так я ж не отрицаю, что Анна Буслович сказал. Не забывайте, что русские жили в этом периоде. Давайте просто вернем от все, что было наработано русским народом. Они шестовали, но они были. Но проблема в том, что режиму удалось. Почему мы не можем сейчас, в эти 25 лет, да, у нас такой маленький приход нашей организации, потому что народ так, к сожалению, стал советским, а потом россиянцем. Да, русские. Ну ладно, все. А этнически-то мы все с вами русские. Вот по мировоззрению надо... Наша задача восстановить именно монархическое мировоззрение. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АпПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По поводу декларации мы выражаем благодарность огромную тем, кто ее произвел, тем, кто продумал все. Конечно, работа ведется, и всех удовлетворить все никогда не смогут. А истина, она одна, ее понимает в полном объеме только Господь, ну и те, кто ближе к Господу, естественно, в большей степени, чем те, кто дальше понимает. Слава Богу нашему государю и всем государям, которые были до него, и дай Бог, чтобы восстановлена была монархия в том виде, в котором был принят Николай Александрович, несмотря на то, что его не стало, но, тем не менее, империя наша осталась, и она будет, невзирая на все прибоны, которые враг человеческого творил, а враг человеческого, он тоже пока еще существует, и его ликвидировать мы не сможем. И когда говорят деятели определенные, что власть валялась в 1917 году, и никто не хотел взять, лжет наглое, как по поводу многих других вопросов. В 1905 году тоже никто ее не хотел взять, однако устраивали они и забастовки, и стачки, и война шла в 1904-1905 году, никто не хотел взять. Да, их классик четко и однозначно об этом сказал, рвались они к этой власти, чтобы урвать ее, урвать ее не для народа, как они официально заявляли, а для себя любимых. По принципу евангельскому уничтожь пастыря, и стадо расхитится. Вот их главный закон, исходя из этого они и действовали. И те, кто противостоял этому, и сейчас противостоит, это люди высокого благородства, и дай Бог здоровья всем вам. И те, кто сейчас взяли на себя усилия по объединению тех сил здравых в монархии, это Савельев Андрей Николаевич и Смирнов Сергей Михайлович, те достойно большого уважения, чтобы не сделали, земская рать одобряет и поддерживает все ваши действия, дай Бог вам здоровья. По поводу конкретных еще дел, хотелось бы не упускать из виду такие вопросы, как противоалкогольный вопрос, его обсмеивали в расцвет коммунистической партии, анекдотики различные рассказывали, хотя тут анекдотики, трезвости и не помощь, поэтому у земской рати первым приказом полный отказ от употребления алкоголя, никотина, ну и дальше еще раз, инцидуство и так далее, но это уже детали, как говорится. А еще, опять-таки, обязательно отсутствие критики в адрес государя. Можно оправдаться тем, что это объективные будут замечания, но критика в адрес государя, она приводит к тому, что ложь выдвигается на первое место и отделить ложь от действительной ситуации человеку бывает трудновато. Не случайно, когда в доме зарубежья происходило мероприятие недавно, человек, приехавший из Анарктического объединения, сказал, что в 17-го и до 17-го года были те, которые выступали против государя, и мы их, говорит, слышали, предки наши слушали, спокойненько рядом с ними находились, вместо того, чтобы давать в морду. Но это он сказал уже, когда в 19-м, 20-м году уехали отсюда благополучно из России. То есть, грош-то не обязательно давать, но тем не менее, без реакции оставлять вот такие нападки на государя нельзя, и тем более, участие в критике никоим образом приветствовать не надо. Если государь не прав, а кто знает о его грехе, имеет в себе силы, то он может обречить его и в глаза высказать ему. Для этого надо иметь храбрость определенную, ну что ж, это как раз по-православному. Ну а, что касается критики, я сказал, и что касается дальнейшей деятельности, вот в земской рате обязательно надо присягнуть на верность государю, у Бога все живы. И государь Николаев Второй, он хоть и не сейчас, как говорится, нам неизвестно, где пребывает, да, в населении, как скажем, потребителям этим неизвестно, но мы знаем, что он у Бога. И поскольку у Бога все живы, поэтому мы и говорим на верность государю и грядущему наследнику, грядущему нашему правителю России. Вот эта формулировочка, она никакая неэндотическая, не абсурдная, она у нас на вооружении. Эта присяга приносится на Евангелие, но если нет необходимых красочных таких вот атрибутов, которые кому-то хотелось бы иметь, то никто не будет ему запрещать эти атрибуты еще дополнительно, как говорится, в зависимости от того, в каком регионе Россия их живет, приобретать. Мы приносим присягу при флаге монархическом, при Евангелии, при портрете государя, но сейчас уже икона, да, для нас он и был икон. Так что все просто решается по ходу дела, дай Бог вам всем здоровья. Ну и еще хотелось бы остановиться, ну и обратить внимание на постоянное участие в жизни общества, мы же все-таки люди, есть несправедливости, творящиеся в нашем обществе. Это беззаконие полнейшее к тем, кто хочет все-таки жить по-человечески, как по-человечески, с Богом. И вот когда нет царя, говорят, да, как социальное справедливость, возможно, и без царя. Нет, уже, как говорится, она невозможна в полном объеме, это в любом случае. Ну а тем не менее есть люди, которые еще пока не дошли до монархии. Я уж не говорю о тех, которые дошли до монархии, и те преследуются. То есть защищать нам все равно надо людей наших. Есть те люди, которые себя проявили по принципу евангельскому, и жизнь отдали за други свои, и души свои, за наш народ. И постоянно надо власти вот эти наши требования о прекращении этого неправосудия, то есть беззакония предъявляя, напоминать им и выцарапывать. Выцарапывать тех, тех людей, которые в застенках пребывают. Я имею в виду и Владимира Васильевича Квачкова, и тех людей, которые по гражданским делам сейчас проходят. Беззакония, я как юрист говорю, проработав в прокуратуре, я не вижу никаких оснований, чисто юридических, правовых по-русски, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности и потом осуждены. И тем не менее, многие из них, ну, последнее дело это по барбашу, и еще ребятам прошу прощения, что не все фамилии произношу. Их все произнести сейчас, это потребуется полдня. То есть надо постоянно власти заявлять, что это власть беззаконная, само собой. Это не власть, власть то, что от Бога. А вот это их правление беззаконное, оно ни в коем случае не должно творить, эти беззакония. Надо нам по мере участвовать, по мере всего. В пресечении этих беззаконий и в поддержке тех людей, которые душу свою кладут за други своя. Дай Бог вам здоровья, вечная память нашему государю и нашим павшим героям, как говорят, и всем помощи Божьей во всех наших добрых делах. Александр Роберт и Штильмарк, «Черная сотня». Доварищ человек, еще двое, жесткий, невецеприятный. Поэтому буду кашечек правду матчу. Это в основном, конечно, Шех Павлов, и некоторым, так нет, Вадимовичем, жестким, мы тоже людям, может, по-другому. Давайте не будем подавляться детскому саду и говорить о том, что, как многие сейчас выглядят, ну, например, вот в космос мы полетели не потому, что КПСС там сделала космическую программу, да, и деньги выдавала, а просто потому, что такой умный русский народ. Говорят, ну, это детский сад. Вот это детский сад. Поэтому надо ставить все, как там было. То, что, ну, не захотелось бы КПСС лететь в космосе. И пока мы сейчас на сахте до сих пор. Потому что государство такие проблемы решает. То же самое, говорит, вот, не Сталин выбрал войну, не понятно, что не Сталин. Но под его руководство нравится, не нравится, убийца он, не убийца. Но если бы не было жесткого вверху руководства, никакой народ никогда войну не выиграл. Вот это все, опять же, когда народ выиграл войну, невозможно, чтобы народ ни в одной стране никогда, ни при каких обстоятельствах, без умной, жесткой, предельно жесткой, я бы сказал, даже где-то античеловечной. Но без этого выиграть войну невозможно. Невозможно построить запуты. Ну, просто народ взялся, давайте построим сейчас запуты. Ну, так, получится. Ну, это опять, давайте вот эту чушь, вот эту, сразу уберем. Была власть какая-никакая. Вот, какая-никакая была власть. И она двигала, так сказать, всеми поползновениями наших. Захотели сделать зеленую, сделали, не было бы, и ее бы не было. Почему? Потому что за государство выделяли деньги. Государство, так сказать, там, строит завгоды и так далее, и так далее. Вот, просто чтобы безлупости было, а то он всегда бы не смотрелся, несерьезно. Еще один момент, насчет последнего пункта. Да, еще я хотел что-то сказать. Дай Бог здоровья тем, кто составлял этот. По большому счету здесь, по большому счету, придраться здесь не к чему. Но все, что-то спокойно, грамотно дать отсюда. Почему бы я все-таки немножко, я все-таки, вот, в последнем пункте, 10-го, да, вот, так сказать, принят, взбегнет ее истинными врачей, чтобы попечиться православным импераментом. Вы знаете, что, например, первым таким ярым, богоморцем, был именно наш православный импераментом, например, Петру Первым. Вот, принял, начались, знаете, вот он доходил до такого, до чего даже Емельян Ярославский не доходил. Пусть он больше пародировал католиков, но это не очень трудно и принципиально. Потому что то, что он вытворял там, когда-то, ну, вы почитайте, у нас даже затеянная тему есть. Вот все его высказания, вот, ну, чисто, чили, даже не просто говорят, чистое богохунство, просто открытое, наглое богохунство. Вот, я даже жалею, что скажешь, что не могу бы цитировать, не хочется говорить, не ходить, ну, он с Бахусом, так сказать, Бога сравнился, ну, и прочее-прочее, безобразие. Я ж не говорю про то, сколько там монахов было уничтожено, сколько он священников убивал, сколько он там ноздри вырвал и так далее. Если брать даже такую, как бы, демократичную такую, не Екатерина Второй, да, ну, простите, сколько при ней было безобразие, сколько монастырей, опять же, было закрыто при Екатерине, множество. А уж про епископа Арсения, архиепископа Арсения, да, которого в Соловках она зовут, что-то, потому что он ее разоблачал. И давая ему кличку Андрея Враль, и он погиб, потому что он был замучен, замусил, такой уж был в коморке, жил, без окна, без всего, и там много, так сказать, десятилетий прожил. Вообще просто, представляете, затащить человека вот в четырех стенах. Любой благий сталинский показался ему несчастным Арсению и рай. Поэтому тут надо тоже немножко, надо как-то так вот поосторожнее, я еще не смотрел как, но такой момент есть, поэтому тут надо тоже осторожно подходить. При Николаю Александровичу, другая была история, да, разрешили все. У нас сектанты, ну что вы говорите, если у нас там, и увидеть, так сказать, да, жена его кто была, она была на женах, она была как-то сектант, какая-то протестант или что-то еще. Вот эти так называемые библейские общины распространялись. Вся вот эта мерзость, эта масонщина, все вот эти околоцерковные какие-то, все что угодно развели. Бардак такой, что неудивительно, что у всех на нашей поганой интеллигенции голова пошла кругом. Я вам скажу, вот приведу элементарный пример, самый простой. Значит, к сожалению, благочестие нашего народа, благочестие нашего народа, и церковность нашего народа, именно вот перед революцией, но, конечно, резко шло на нет. Потому что был прогресс, провозы поехали, но раз провоз едет, даже похоже, может быть, Бог. Вот, я утриру, но смысл такой. Вот мои бабушки и дедушки, все сугубо, так сказать, сугубо, все дворяне, все заканчивали, значит, учились, так сказать, и заканчивали всяческие вузы соответствующие, институты благородных делеть. И вот они, это было типично, вот идет Великий пост. Одна, значит, там, набирает баржи, мне, говорит, пожалуйста, Мария Петровна, вот. Говорит, ну как, говорит, ты, говорит, постилась, говорит? Ну, я, говорит, уже, я, говорит, да, неделю, говорит, постила. Они постились для приступки, неделю, Великий пост. А потом все, что угодно, может, было делать. Потому что, как бы, это была традиция такая, вот, кто не был против православия сильно, да? Тебе просто, вот, традиционно, с трудом, тяжко, вот это вот. Нет, понятно, что поститься тяжко всем, но вот, ведь они неделю как попастились для приступки, чтобы они не думали, что тебе какие-то там, ну, уж ябленько, какие-то деваки, массов, там, еще кто-то, попастились неделю, а потом уже, ладно, все, чепухо. Это классика была, это была классика. Верующим было быть неприлично. Вот в российском мире, среди образованного общества, когда говоришь, да, я православный христианин, я подскорбленный, я хожу, так сказать. Вот это было, вот, как-то, это было не комифон. Не комифон, лучше все-таки было ходить. Вот на комиссаршевскую, там, как посмотрите, все, лучше было походить, там, книжку прочитать, там, Бережковство открыть, там, в каком библейском обществе сходить, это было хорошо. А вот храмовый, ну, читайте, архиеписк, страшно, страшно, нет, не было газет церковных, патриотических. Вот на вокзалах, как сейчас. Вот идете, там, и там, вот, написано, вот, знаешь, там какая-нибудь, там, лолита, сняла липчу, 47-го, там, показала попу, то, 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 то же самое было до революции. На вокзалах, товарищка приходит, не батюшка, я, архиеписк, никон, рассказывает, пишет. Выхожу, говорит, на вокзал, решу, говорит, других-то, говорит, нет газет? Спросу нет, спросу нет, нет других газет. Других газет нет, только вот такая похабченная, вот, бульварщина, самая низкопробная. Как у нас сейчас? Открываешь, понимаешь, что написано? Жуть. Так и там, то же самое. Поэтому не так уж было все, к сожалению, хорошо. Потом еще момент такой. Значит, ну, люди добрые, ну, надо, я считаю, что, во-первых, критика того периода должна быть обязательно, иначе мы будем биться в защиту. Вот правильно, если сказал человек, не знаю, там, кто насчет клеветы. Тут надо очень жестко давать отход, очень жестко, особенно вот эта вот, классика. Всем изучить надо, это Кровавое Воскресенье, что то делать, как все это было, какие-то, это была классическая масонская провокация. Классическая по всем пунктам, это как в 93-й год, как в 91-ем год. Все это, все это из этой же серии. Это классика, это классика масонских провокаций. Надо это знать, надо это уметь давать, давать отпор всем. Потому что,Так, Кровавая, Кровавая, Николая, Кровавая, Кровавая всё решается. И тут же, он был мягкий, 않았анный, как может мягкий, безвольный быть, Кровавой? Но это бред, как он быть не может, поэтому они сами всем противоречат. Вы же ребята выберете что-то, или кровавое, или бессмольное. Вот здесь вот надо не давать никакого спуска. Потому что когда идет речь о том, что идет ярая левита. Насчет присяги государя, ну давай где-то ходить. Почему Николай II-то должны пресекать, а не Иванова? Вот это абсурд. Он смеется. Ну вот еще одно, что умение давать отпор коммунякам, демократам и всяким прочим негодяям в соцсетях, чрезвычайно важная вещь. Сейчас, к сожалению, все перешло, так сказать, из споров между собой. ТТТ, да, или там толпа на толпу перешла именно в соцсети. К сожалению. Когда говорят, вот там диванные там стратеги. Да, сейчас время диванных стратегов. Потому что все споры идут на уровне интернета. Не надо этим пользоваться. И надо всегда жестко, так сказать, грамотно, не переходя на идиотизм им отвечать. Вот. И последний, я бы здесь все-таки насчет элиты. Как раз, по-моему, Павел насчет-таки говорил, насчет элиты и демократические институты. Вот, честно говоря, не в обиду Андрине Николаевичу, как-то мне не нравится слово «демократия», но как-то я тяжело ее переношу. Мне больно. Когда слушают демократия, у меня как пистолет тянется, и душа болеть начинает. И еще насчет вот подлинной аристократии. Получается так, что подлинная аристократия как раз-то мы. Вот, ребята, когда наступят, так сказать, монархи, то подлинная аристократия, то есть нас вместе, любимых, вы как раз и выбираете. А остальное все, так сказать, не подлинное. Только подлинное. Нет, такого тут нет. Тут такое впечатление, что вот тогда было оптитание подлинную аристократию, фавирую ведущую службу. Через раз мы это предлагаем людям, да, то им как поздравить. Здрасьте, как раз вот мы. И это у нас вот получилось. Была такая очень забавная история, когда кинош «Черкодол», мы устроили буквально на полминуты, просто классика. В кинотеатре «Новороссийск», огромный был вечер, толпы народов, толпы, я такого никогда не видел. Я стоял на сцене, как Путин, потому что не было места, куда вы, где не было корреспондентов. Это было тысяч полторы народа, кто залп вмешал то ли 800 человек, то ли 1000. Но дело не в этом. Ловит меня РТР, который нынешний РТР или как там еще, второй канал. Вот Александр Ротш, расскажите по разу про «Черную соль». Ну и начинаем перечислять имена. Патриарх Тихон, Николай Федорович, Мичурин, капитан-крейсер-варяг Руднев. Перечисляли вот эти все прекрасные нагревы. Понимаете, вот «Черная сотня» – цвет нации. Вечером смотрю телевизор. Александр Ромич выступает. Говорит, ну что такое «Черная сотня»? Он говорит, что «Черная сотня» – цвет нации. Все. То есть вот он «Я» – «Черная сотня» и «Я» – цвет нации. Я это вот так сделаю. Вот немножко как бы меня напомнил. Не знаю, как писали там. Порезали вас. Порезали вас. Савельев Андрей Николаевич. Геопартия Великой России. Первый пункт проекта Декларации. Он ставит перед нами самую важную задачу. Это представить монархию как наилучшую форму правления. Единственную законную и нравственно совершенную. Настолько, насколько это возможно в земной жизни. Конечно, в любом государственном устройстве есть свои несовершенства. Но есть идеал, к которому эта форма стремится. И монархическая форма наиболее приемлема для достижения идеала государственного управления, взаимодействия власти, общества и так далее многих параметров управления. И в то же время это нравственно совершенная форма. Именно в том, не любая монархия, разумеется, а монархия православная, к которой мы и стремимся, и которая представлена в нашей истории. То есть как раз здесь есть нравственно оформленная власть. И поэтому она от Бога. А безнравственная власть от Бога быть не может. Она может быть божьим помещением наказания за грехи. Таковую власть мы сейчас имеем. Беззаконную и безнравственную. И мне очень важно как раз слово о единственной законности монархии. Потому что, если мы обратимся к исторической проблематике, то нас убедили в том, что монархия как бы сама собой слиняла. Или же народные массы восстали и отодвинули монархию как некий армах родин в сторону, установив современное, как общепринятое правление, как это мыслилось там лучшими мыслителями человечества. А на самом деле ничего такого не было. Не было отречения государя императора. Поэтому не было добровольного ухода. Он мог один отойти от дел. И то в форме личного отречения это не могло произойти. Там болезнь какая-то может быть, значит регент появлялся бы. То есть этого не могло быть ни в правовой форме, ни в форме какого-то личного решения. Только смерть освобождает императора от его полномочий, если он их принял. Не было никакого отречения. И не было никакого восстания масс, которые бы отреклись от имперской монархической формы правления. Был государственный переворот, заговор. Который разглаждал самые дикие силы криминальщину. Фактически выпустил вся гниль, которая в веками где-то накапливалась на заборках, и была туда забрянутой государственной властью, выплеснулась. И получили вовсе не освобождение труда, политической активности граждан, а прямо противоположное. Прямо противоположное тому, о чем нам рассказывают советские учебники. Неврастания народных масс не было. Февральская революция произошла без всяких предпосылок. Не было никаких движений народных масс. Не было никаких волнений на фронте. Проблемы, как всегда, были в любом государстве. Но ничего того, что нам представляют как революцию, как движение народных масс, не было. Был заговор. И в дальнейшем вот эта группировка, наиболее жестокая и кровавая, которая не собиралась останавливаться в своих кровавых злодеяниях, захватила власть. От этого народу вовсе не стало жить лучше. А нам представляют последующие вот этой марксист-ленинской идеологии, что якобы сразу всем стало легче от того, что монархия исчезла и от того, что частная собственность была запрещена. Мало того, что потеряли миллионы жизней во время гражданской войны, мало того, что разрушили экономику, жизнь стала гораздо хуже. И вообще советская власть не смогла справиться с проблемой, которая во всем мире решается успешно. Она не смогла накормить народ, потому что просто уничтожила крестьянство. И оно так и не восстановилось до сегодняшнего дня. И сегодняшняя власть, это наследники большевиков, они продолжают ту же самую линию. Сначала позволив вырасти какому-то очень небольшому слою сельских предпринимателей фирме, а теперь от этого не осталось почти ничего. Тотальное уничтожение всей частной инициативы происходит и сегодня. Дали людям вырасти, а теперь разграбили то, что они создали. То есть новые большевики находятся во власти, и эта власть, которая получена от тех же большевиков, является незаконной. Вор украл дубинку. Вот это их власть. Их власть основана только на дубинке, а не на нравственном законе и не на правовой норме. Поэтому я и хотел бы, чтобы это было обязательно закреплено, что единственной законной власти сегодня является монархия. Не любая, естественно, какая описывается и во всех последующих пунктах декларации. Я думаю, что те люди, которым мы противостоим, эти беззаконники, это криминальщина, которая находится во власти, они прекрасно знают, что если они позволят себе что-то позитивное сказать о монархии, это разоблачит их как самозванцев. И поэтому они организуют постоянные повторы везде все тех же криминических заявлений о монархии в целом и о Николая Александровича Государя в частности. Как я уже сказал, никакие народные массы Государя не свергали. Этого не было. Отречения не было. Нам будут рассказывать стократно и подтверждать, что якобы оно не было, и показывать фельдиную грамоту с подделкой подписи Государя карандашиком в уголке и с подделкой карандашиком, а потом обведено сверху ручки по подписи министра Бурака и Дрекса. То, что это фальшивка, просто любому здравому человеку понятно. Если еще немножко внимательнее посмотреть на этот документ, там видно, что он напечатан на двух разных печатных машинах. Поэтому эта фальшивка, как и пытались большие те же дни, думали, что они победят и закрепятся надолго. Их спасли вот эти чудовищные репрессии, а потом война. Только это их как-то оправдало в глазах кого-то или части населения, которое пользовалось тем, что репрессии расчищали для них кадровый пункт. Или война, победа оправдала все вот эти усилия, которые были предприняты какими бы неэффективными, и не были, насколько бы глупыми не были руководители армии и партии в период войны, отчего ли колоссальные жертвы. То есть это оправдание возникло, но фальшивки не собирались закрепляться. Поэтому они создавали фальшивки. Фальшивое отречение, фальшивый дневник государя-императора, фальшивые мощи, которые сейчас они специально подготовили. То есть фальсификация была многослойная, и когда смотришь на всю подоплеку уничтожения царской семьи, зверской казни, то понимаешь, что все здесь заранее было запланировано. Заранее были запланированы несколько уровней фальсификации для того, чтобы истина никогда не открылась. Поэтому было и написано о том, что мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. Но это тоже прорвавшаяся правда. Мир никогда не узнает, поэтому мы понимаем, что это была тотальная фальсификация. И сейчас нынешняя власть поддерживает эту фальсификацию, потому что ее разоблачение прямо говорит о том, что это власть, власть самозванцев. Нам говорят, что царь был слабым. На самом деле, когда мы смотрим на итоги правления государя-императора, мы видим, что это один из самых выдающихся правленцев, военный и государственный деятель, которому мы могли бы пожелать в сегодняшнем дне для спасения тех безобразий, которые нас окружают. Все, буквально все проблемы, которые были в Российской империи, решались, получали здравые решения. Не все, разумеется, было удачно, но Николай II среди всех государственных правителей России был одним из самых выдающихся, может быть, самым выдающимся. Уж если брать 20-й век, то государь-император Николай Александрович был самым выдающимся правителем. Я напомню, еще раз произнесу эту цифру, ее по-разному называют. За периоды управления, чуть меньше четверти века, рост численности населения, в основном русского, это 45 миллионов человек. 45 миллионов человек. Производство хлеба выросло вдвое, то есть стали лучше питаться. И освоили Сибирь, можно сказать, освоение Сибири, началось с Дальнего Востока, что сейчас и горит нас. Но и научные достижения оттуда происходят. Даже вот историк Дмитрий Зыков, он же Денис Картер, раскопал даже, что ядерный проект начался при Николае II, то есть ядерное исследование, и может быть, если бы не большевики, и не либералы, которые их выпустили, можно сказать, как «сохнув свободу», то, может быть, у нас и атомный проект реализовался бы раньше, чем в Соединенных Штатах, может быть, даже и до войны, поэтому и войны бы никак не было. Монархия, конечно, это не анахронизм, это венец осмысленного исторического выбора сегодняшней монархии, о которой мы мечтаем. Прошлая монархия – это наша традиция. Отталкиваясь от нее, мы можем видеть ту монархию, которая спасет нас во многом от безобразия и будет венцом государственного творения, государственного мышления, которое приведет к оптимальным решениям текущих задач. Что произошло? У нас есть самый масштабный исторический пример – Римская империя, которая перешла от республики к монархии через период Принципата, который тоже фактически уже был монархией, тоже там фактически была уже наследственная монархия, потому что наследник обычно усыновлялся. А некоторые наследники, может, и усыновлялись, потому что они были реальными детьми действующих императоров, просто об этом не принято было говорить. И династический принцип тоже история не только Российской империи, но и Римской империи показывает, что династический принцип – это мир. Это мирное решение вопроса передачи власти после того, как прежний правитель отходит в мир и ночь. Поэтому никакой иной монархии, кроме династической, быть не может. А если Римская империя не династическая, это значит подготовка очередного всплеска гражданской войны, которую мы видели при смене династии Льюрия Повичина-Романова. Фактически это была гражданская война и форма тирании, которая пыталась ее задавить, а какой другой ответ нужен был. Также и в Римской империи аналогичные гражданские войны мы видели при не династическом передаче власти. Что скажем еще о присяге? Конечно, можно создать какой-то ритуал присяги Николаю Второму, как вечно живому, как его душа, вечно так же, как и у любого человека, который отходит в мир и ночь, душа остается бессмертной. Но все-таки есть правовые прецеденты, есть исторические процедуры принесения клятвы действующему императору. Есть эта клятва, она занесена в законы Российской империи, и будя у нас действующий император, каждый монархист должен был принести такую присягу. Сейчас мы можем принести только такую присягу, можно сказать, идеологическую, не имеющую правовую последствия. Но каждый из нас может взять соответствующее обязательство перед самим собой, перед Богом и перед людьми. Этот статус сохраняется. Теперь о декларации. Я думаю, что главное для нашей декларации это отделить монархистов от игровых монархистов, от псевдомонархистов. Сейчас тема начинает быть все более популярной, монархизм, обращение к истории Российской империи. Но понятно, что среди тех, кто заявляет о своем монархизме, много людей либо плохо образованных, ничего не понимающих в монархическом правлении и в истории, либо людей фальсифицирующих, познательно фальсифицирующих понятие монарховик. Поэтому, когда мы принимаем все это, то мы отделяем себя и ставим как истинных монархистов, определяем себя и через эти пункты показываем, что он является не истинным монархистом, кто фальсифицирует монархическую идею. Я думаю, что те поправки, которые предложены, они просто могут быть сформулированы. Я бы только отделил, что есть демократические институты, если есть демократические институты, но демократия это власть большинства в интересах своих собственных, исключая интересы меньшинства. Это классическое определение Аристотеля. Сейчас современное такое, что это власть большинства, но с учетом интересов меньшинства. Но для нас это совершенно неприемлемая форма управления. Поэтому демократы это некая политическая сила, стремящаяся установить демократию. Вот поэтому демократы это плохо, а демократические институты, то есть права демоса, выраженные в определенных демократических институтах, это нормально. Вот мы и написали о народном представительстве. Народное представительство, я думаю, что ни у кого не вызывает. Само слово несколько нас отталкивает, потому что предшествующие четверть века нас до тошноты накормили, то есть либералистической демократией, которой демократией на самом деле и не является. Есть способ охмурить всех, захватить власть, а потом устроить вот тот режим, который есть сейчас. Вот сейчас есть реальная демократия. Вот так, какое-какая и может быть. Другой не бывает. По поводу внесения довольно длинных текстов, я бы просил вас формулировать. Вот если есть у нас какие-то нарекания в монархической форме, не в монархической форме, а к монархическому историческому опыту, то тогда, если нужно перечислить, то Павел Алиович, я предлагаю вам это сделать, Александр Анатольевич, если вот по Петру Екатерине Николаю II, есть какие-то ошибки, вы могли бы это сделать, но это надо сделать настолько кратко, чтобы у нас не превратить это на краткое дело. Да, и мне кажется, что может быть это и не нужно, потому что тут еще возникает проблема, если взаимоотношение церкви и государства, это о изменении. Из молодого в семнадцатом году, да, о новинчестве, которое откачнуло там половину лира, потом обратно вернуло, о там, фальшивом архиевейском соборе сорок третьего года и так далее. То есть это целый конгломерат, который мы просто не осилим впихнуть в какой-то документ. Поэтому, может быть, надо некоторые вещи оставить недообсужденными в этой декларации, а их обсуждать... Я предложил бы, вот как раз, чтобы это все не расписывать, да, то есть какие там отступления... Очень просто, значит, вот все то время, когда мы отходили от нашей традиции монархи, аристократии и демократии как самоуправления, вот читать как раз вот теми самыми периодами, которые не соответствуют. Ну, сформулируйте, пожалуйста, потому что как бы нам не усложнить до полного принимания. Нет, это не надо вообще. Потому что я бы хорошего... Завершая, я хотел бы предложить в состав комитета представителей четырех организаций, которые здесь присутствуют, но это будет представительство как бы по авторитету, а не по политическому весу, потому что каждая организация должна сохраниться и не должно все это превратиться в какое-то объединение организации. Иначе мы пойдем по пути, который тупиковый, сейчас мы видим, с НПСР тоже произошло, взяли всех, вместе соединили, оказалось, что это несоединимо. Да, вот это, мне кажется, совершенно не нужно, то есть это как бы представитель воркомитета, а дальше мы на съезде определимся уже в состав Координационного совета, который не будет оформлять движение с личным членством, которое все убьет, и это будет в бесконечности с определением, кто принадлежит к монархическому движению, кто нет. Признаешь декларацию, все принадлежит, достаточно об этом заявить и на этом покончить. И еще там у нас пункт по организационной форме, я уже об этом сказал, я думаю, что не будет возражений 21 июля провести конференцию, уже, я предлагаю здесь же, вот мы проводили хороший зал, достаточно подъемный по цене, мы проведем здесь уже большую конференцию с приглашением большого количества людей, в том числе из регионов, а до этого я предлагаю провести работу со своими региональными контактами или отделениями, если у кого они есть, для того, чтобы они на этот съезд прислали представителей. Дорогу проживания мы, конечно, оплатить не сможем, но если люди смогут приехать хорошо, если не смогут, то каким-то образом, чтобы они выразили свою поддержку и готовность участвовать в монархическом движении, которое мы создаем в дальнейшем. Русское имперское движение. Ну, я вообще очень рад, что мы сегодня в такую светлую дату собрались, день рождения нашего государя Николая Александровича, признанного русской православной церковью святым человеком. Очень рад, что сегодня в этом зале собрались монархисты, традиционалисты, люди верующие. И нам, собравшимся в этом зале, не надо объяснять, что такое мораль, совесть, что такое семья, что такое вера в Бога. И мне хочется сказать, здесь очень важно, наверное, отметить, что мы живем сейчас, где мы живем, чего мы хотим и к чему стремимся. Вот мне хочется на этом акцент сделать, потому что до меня уже многие сказали и по декларации, и по нюансам, которые в декларации присутствовали при обсуждении и так далее. Вы знаете, сегодня мы живем, в отличие от периода до 1917 года, даже не в государстве, а в театре абсурда. И руководит этим театром абсурда, руководят дельцы-торговцы, которые построили в России глобальное общество, как современную форму крепостного права. В Российской империи общество формировало государство, и государь был символом и инструментом единства. Именно монархия сохраняла неформальные отношения монарха и подданного. Монархия выдвигала талантливых людей на руководящие посты. Сегодня же, в 2018 году, все наоборот. Государство превратилось в аппарат принуждения и подавления, которые этим аппаратом действуют на общество. А наверху оказались не талантливые люди, а совершенно бездарные торгаши, для которых прибыль и материальное благополучие на первом месте. Поэтому сегодня, в отличие от правления Николая II, монархия фактически стала искажена и превратилась в тиранию, поскольку традиция надломилась, и пришел эгоистический правитель. Вот по факту мы это имеем. Если исходить из идеальной формы правления, это так называемая поливия его схема, это сочетание всех трех форм правления. Монархии, аристократии и демократии. То аристократия, или ее некоторые называют меритократией, тоже сегодня искажена. И превратилась в олигархию. Это власть шайки богатых, когда аристократия полностью замыкается и стала недоступной. Подтверждением вот этого моего тезиса является как раз вчерашнее назначение нового-старого правительства. Когда, в котором руководящие посты заняли сыновья, повара, бывшие охранники, которые стали министрами. Ну, и вошли вот в этот состав нового-старого правительства. Я уже не говорю о третьей форме правления, демократии, власти полноправных граждан, которые предусматривают четыре центра. Вместо того, чтобы взять за основу закон Озенства 1864 года Александра II, сегодня в России идет подавление всяких попыток демократии, самоорганизации, народного самоуправления. Все делается с точностью наоборот. Со всех позиций. Поэтому, кроме того, в Российской империи до Николая II была мощная духовная традиция в масштабах всей империи. Была вера в Бога как средство спасения души. Был культурный иммунитет и духовный потенциал. Было божественное право, иерархия в обществе. И была сложная структура сословного общества. Мы это все знаем. Мы, собравшиеся в этом зале, нам не надо объяснять, что Бог существует. Мы прекрасно знаем все эти пять принципов существования Бога. От движения к перводвигателю, от связи причины-следствия к первопричине, от случайности к необходимому существу, от несовершенства в мире к абсолютному совершенству и от целесообразности в мире к устроителю мира. Вот эти пять принципов нам не надо объяснять, в отличие от атеистов. Кроме того, при Николае II в обществе были сословия. Была сложная система общества, которая стремилась к симфонии граждан. Было духовное сословие, это первый имперский меч, меч духовной силы, духовной власти и ответственности. Было служилое сословие или воины, это носители чести, достоинства, государственной силы и справедливости. Это был второй имперский меч. Значит, честь, справедливость, безопасность и силовая конструкция всего народа. И было предпринимательское сословие, это торговцы, которые развивали материальную базу для всего общества. И было четвертое сословие, народное, которое пополняло состав первых трех сословий. А что сейчас мы видим, друзья? Кого мы видим в современной элите, которая навязывает гражданам глобальное общество, как современную форму крепостного права? Сегодняшнее глобальное общество основано на поглощении нашей жизненной энергии и превращает всех нас в стоимость, как в ресурс. Мы это видим. Именно глобалисты, занимающие сегодня верхние этажи управления, последовательно решают три вопроса. Первый вопрос, это стравливание и демонизация славянского этноса. Это мы последовательно видим, что происходит. Второй вопрос, это перевод всех платежей на безналичную форму расчетов. И скупка всех ресурсов России под предлогом санкций, антисанкций и так далее. За счет чего идет обогащение олигархов и обнищание остального населения России. Богатые богатеют, а бедные беднеют. И новое старое правительство продолжит этот процесс. У меня сомнений после вчерашней беседы Медведева и Путина у меня совершенно не осталось. Россия сегодня фактически вложила в казначейки, в казначейки американские, это зеленые бумажки, никому не нужные, около 100 миллиардов долларов, вместо того, чтобы направить эти средства в реальный сектор экономики, в производство и так далее. Американцы нам санкции, мы им деньги. Официальный сайт Центробанка администрируется сегодня из Соединенных Штатов Америки. Все министерства, включая Центральный Банк, находятся под контролем аудиторских компаний Соединенных Штатов Америки. Золотовалютные резервы России находятся в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе. 80% всей торговли внутренней отдана иностранцам, которые совершенно не пускают отечественного производителя на свои полки. Поэтому Россия фактически сегодня, это не только мое мнение, вы наверное с этим согласитесь, превращена фактически в колонию Соединенных Штатов Америки. Ежегодно из бюджета страны разворокывается более 1 триллиона рублей. Пришедшие к власти дельцы торговцы отменили 93-ю статью, которая предусматривала ответственность за хищение госсобственности. Они же отменили 92-ю статью, которая предусматривала ответственность за злоупотребление служебным положением. Сегодня нет никакой ответственности за казнократство. За украденный миллион орден почета, за украденный миллиард орден за заслуги перед отечеством. Поэтому сегодня перемены созрели, перемены сегодня нужны, нужно возрождать сложную структуру общества, которая была до 1917 года, возрождать традиции, мораль, совесть и переходить все-таки к идеям нестяжательства. Поэтому сегодня все, что происходит в стране, это результат управленческого дефолта, необходима сегодня смена политического и экономического курса страны, а также временный переход к президентско-парламентской форме правления, когда правительство будет назначаться парламентом на основе реальной политической конкуренции, на основе диалога с народом и создания социальных лифтов прежде всего для молодежи. Поэтому есть с кого брать пример, надо возрождать все-таки Российскую империю, и мы, Русское имперское движение, поддерживаем полностью эту декларацию из 10 пунктов, полностью, как вы заявляем, о нашей поддержке. Спасибо. Кавельниченко Сергей, Русское имперское движение. Что касается текста декларации, в общем-то, в интернете я давал свои предложения здесь вот озвучить их еще. Первое, ну, немножечко смущает формулировка, действительно, единственная законная власть. Ну, в общем-то, в принципе, если исходить из исторических, ну, из исторической преемственности, то, наверное, да, это подразумевает, наверное, именно это соображение. Но, с другой стороны, каждому состоянию общества, наверное, соответствует своя форма правления. Дело в том, что монархия может быть действительно в обществе глубоко-сознательно дисциплинированных граждан. Если таковой нету, то монархия в итоге превращается в тиранию. И, в общем-то, по-моему, последний, девятый пункт, по-моему, да, там было, что, девятый или восьмой, то, что нужно подготовить прежде общество для принятия монархии. Что нельзя принимать монархию сразу. И на этот период, сколько он будет длиться, как будет это развиваться общество, вернется ли оно к своим традициям, к своим святыням, к своей системе ценностей. Только тогда можно создать земский собор. Если мы возвращаемся к временам принятия 1613 года, да, то не будем забывать, что земский собор – это, в общем-то, православное общество, дававшее клятву перед Богом. И дававшее клятву хранить эти, ну, Божьи истину. Вот. Если придет другое общество, для которых вот это вот заповеди Христовы не святы, и они не собираются придерживаться и хранить свято вот эти вот заповеди, да, что этот земский собор будет преследовать другую цель, и не достигнет, и он будет, это пропанация того земского собора, который состоялся в 1613 году. Вот. Поэтому действительно, да, вот в том обществе, да, это вполне естественное состояние власти, это монархия. Ну, а еще раз повторяю, к этому общество должно прийти, а пока этого нету, пока, говоришь, что это единственная возможная система власти, я бы так не стал последоверенными. Вот. Это вот по первому пункту, уже, на мой момент, замечание было. А это можно после переходного периода? Ну, как-то все равно, ну, да, ну, я не знаю, как-то. Второе замечание, еще по поводу, действительно, авторитарной формы управления. Все-таки я считаю, что мы должны приходить к единому пониманию тех или других слов, тех или других понятий и определений. Вот. И авторитарная форма управления, это форма управления, предполагающая власть на, значит, на уважение к традициям, уважение к тому или другому, действительно, авторитету. И та же самая русская самодержавие тоже подпадает в эту форму управления авторитарной власти, да, вот, потому что, действительно, царь-батюшка авторитет, и общество пустит вот такие вот нравственные понятия, вот, и тогда действительно, ну, это тоже авторитарная власть. Я не знаю, я бы не стал, вот, все-таки, чтобы в будущем, там, как-то были непонятности вот с этим определением, я бы его здесь бы убрал в негативной форме. Ну, а вот еще замечание, я вижу, здесь уже исправлено, если, наверное, говорили, что социальное, положительное социальное, там, предложение, там, мы можем поддерживать, вот, и монархия может поддерживать, вот. Конечно же, она не то, что не может, может поддерживать, а, в общем-то, в принципе, конечно же, будет поддерживать, ведь не даже уже в русском обществе было такое понятие, действительно, царь-батюшка, потому что, действительно, русское общество в идеале своей, вот, это предполагало, идеал большой семьи, где, да, народ дедушки, царь-батюшка, вот, соответственно, и, ну, все социальные гарантии, вот, и все социальные институты, наоборот, это, ну, царь, русский царь самодержит православный государь, он был, как раз, именно, и источником, и гарантом, вот, действительно, этих вот, всех, ну, плат для народа, вот. Поэтому, я бы, вообще, вот, хорошо бы было, я говорю, в декларации обозначить, что самодержавие, как раз, и является источником социальной гарантии, вот. Пожалуйста, какие-то, по-другому, да, не сижу. Да, вот, что я хотел сказать, ну, потом, вот, еще, вот, единственное, что обратите внимание, что это, действительно, что... Любая культура, она основывается на том или ином культе, русская культура, русская цивилизация, она была основана на православии, вот, и, в том числе, и, опять же, возвращаясь, ну, стоя к тому, что я начал, что, вот, соборная клятва 612 года, она давалась, действительно, не просто, там, романом, как того, да, а давалась, именно, роду, хранителю, вот, тех, вот, христианских истин, вот, и, если таковые не будут они, вот, допустим, там, те же романы или другие, вот, это, там, кто, там, придет самодержать, не будут таковыми, то, как бы, там, они, там, по всем, там, этим родовым, там, раскладкам соответствовали наследниками, но, если они не соответствуют, вот, это, статусу и образу, хранителю, христианских и православных истин, то, я не знаю, вот, это вот тоже, такой, достаточно, тонкий момент, который смущает многих, вот, поэтому, вот, ну, там, в принципе, декларации хорошо обозначены, да, по поводу этих советских периодов, вообще, сложные темы для православных, вообще, анархистов, более, что, надо сказать, вообще, что, вот, наш предшественник, Рене, наш саразник, сейчас здесь говорил, да, по поводу того, что в нормальной ситуации общество выбирает себе государство, действительно, об этом же, Ильф Тихомиров наш писал, да, он даже ввел такое понятие, идиократический элемент, прям, для власти, в котором он, значит, писал, что, если народ, значит, значит, народ, значит, дозревает понятие, вот, некоего, опять же, количества, да, или физической силы, он выбирает по голову угла демократии, ну, это именно, скажем, что неграфовная власть, когда он дорастает до идеал-качества, он выбирает рискократ, то есть власть лучше, и только тогда, когда он дозревает до религиозно-нравственного осмысления народного власти, он выбирает банк. Значит, соответственно, вот мы можем из этого видеть, да, насколько у нас сейчас за эти сто лет падение уровня этого религиозно-нравственного власти, да, если, вот мы собрали, вот, от когда-то сто восьмидесяти миллионов народного населения представителей, вот, поэтому, конечно, как и военно-штатник Сергея Кольниченко прав, на счет того, что предстоит долгий, по всей видимости, переходный период такой национальной диктатуры и верховного правителя, но, кстати говоря, в основном в статусных законах империи это было предусмотрено, что в отсутствие государя именно верховный правитель, и вот адмирал Колчак же недавно принял единственно законный момент. И, кстати говоря, именно адмирал Колчак выдал, значит, следующее по особо важным делам Николаю Соколову, вот это вот законное основание розыска, да, тела, как раз университета, есть документы, вот, так что тут, вот, как видите, сходится, тем более, что были же первые два следователя до Соколова, которые расследовали спустя рукавы, об этом пишет и Соколов, и адмирал Теревизм, вот, что совершенно... А, дуэти и следователи вообще, там же была ситуация, что 25-го июля часть западно-сибирской армии, от меня как Голицына, значит, освобозили, как раз в Екатеринбург, и первые, кто, значит, попал в Дом Ипатьева, сразу после, да, объединения, были, значит, молодые офицеры Академии Генерального Штаба, которые перевели в Екатеринбург, но уже при большевиках, вот, и вот они как раз попали первыми от Екатеринбурга, вернее, от Екатеринбурга, вот, и мало того, такой еще интересный факт, что генерал Гайда, да, а что это за генерал, это, я думаю, всем известно, да, пленный, значит, по-моему, он там полковник, что-то были, или майор Астеринбургской армии, как раз вот Чехослав Чех, да, это как бы были коллаборационисты в Первой мировой войне, с Русской городской армии, вот, они как раз создали Чехославатский дворовоческий регион, который как раз воевал на Русском фронте, и, значит, как раз был форстрийцев, и самое интересное, что сразу после освобождения Екатеринбурга именно генерал Гайда занял Дом Ипатьева, поначалу первым следователем было очень сложно еще производить там что-то, потому что он занят под свой штаб, ну, и самое интересное, что там были тоже, это же там у него хоть и Чехия, Словакия, да, там Словенцы, но все равно это, так сказать, бывшие подданные еще недавно Астеринбург, а мы же знаем, что у большевиков-то были тоже пленные маньяры, которые участвовали в расстоянии, вот такая интересная коллизия. А между тем, это как бы тоже интересные аналоги, значит, вот как раз Карнет Марков очень интересно написывает, что именно в момент уже Кетербургского заключения, а, нет, Тобольского, Тобольского, знаете, как была фамилия, значит, начальника Тобольского сады? Немцов, вот, а, значит, а большевистского следователя, значит, который, опять же, во время в отстоянии, значит, там тоже вел некоторые разы, Соловьев, а в 1908 году Немцов возглавляет комиссию Ельцинскую, да, а Соловьев, главный юрист, который ведет это дело. Это совпадение. Это не совпадение. Таких совпадений не бывает. Таких совпадений не бывает. Это то же самое, как совпадение, что вместе с Лениным приехали Абрамович и Старжамский. Абрамович и не был. Абрамович был. Абрамович. Абрамович. Вот. Йорфи и Абуджа. Абуджа? Ну, да. Улад Шалович-то пел уже о комиссарах в пленых шлемах, он же о своих детях пел. Абрамович и Старжамский. Который приехал как раз вместе с Лениным. Все-таки у нас вот такое недопонимание все-таки есть. Александр Рудич, что я вам сейчас рассказывал. Как-то есть такая тяга к сверхгосударственным чувствам. Например, это атеизм. Абрамович. Ну, когда, так сказать, человек вот настолько прикипает государству, ему кажется, что любое государство, главное, какое это было. А то, как же, вот, говорит, русский народ же без власти какой-то цель. Так, вопрос заключается в том, как русские люди относились к этой власти. Понимаете? Пару раз бы вы относились к русские люди к этой власти. Вот именно. Поначалу очень плохо относились. В 60-60 годах совершенно нормально относились. А интеллигенция, как всегда, относилась плохо. Как обычно. Так вот, вопрос заключается в том, что... Правда, Владимир Владимирович, у вас как-то не нужно совершить. Мы, например, никуда не двинемся в нашем, там, всероссийском монархическом движении, да, как и я, там, как мы его, там, русский монархический фронт можем назвать, покуда мы не произведем дебольшевизацию сознания. То есть, если мы ее не произведем, мы никуда не двинемся. Это я вам на сто процентов помню. Понимаете? Вы не говорите, что дебольшевизация сознания? Ну, как что-то. Отделение всего от советского, от всего чуждого для русского национального самосознательства. Мы что-то не сделали. Ну, давайте вот мы на этом закончим, да? Мы ничего не сможем. Конкретно, это что? Конкретно. Что? Что конкретно? Ну, конкретно, как же, потому что, что память Ленина, выяснишь сейчас, и я не понял, но только это… Да память Ленина – это внешняя сторона. Главное, что… Главное, из сердца вынутри. Ленин? И Ленин, и Сталин. Вопрос, который сейчас возник, разрешается легко, потому что есть политический аспект. Вот есть большевизм, коммунизм, социализм, либерализм, все это, потому что он чужд, да именно политический. Да мы это отставляем в сторону. Есть политический консерватизм, национализм, интернационализм и так далее. Все, здесь есть грань. Эти обе идеологи, они могут существовать в одно и то же время. Одна может править, другая может править, но они сосуществуют просто по обстоятельствам жизни, ничего тут не попишут. Поэтому и в советский период были национальные консерваторы, были какие-то тайные продолжатели нашей истории, вольно или невольно. В общем, здесь нет противоречия. Вопрос только в том, чтобы осудить чуждую нам идеологию, которую нанесла России столько вреда, и не возвращать этим людям власть или обнять тех, кого она ездит. Я думаю, что в сегодняшний день мы достойно отметили 150-летие со дня рождения государя. Я напомнил о том, что значение Николая II еще и в том, что он наиболее напомнил или напоминает нам и всем русским миру о подвиге Христа, и христоподражательность его подвига – это пример и всем остальным. И, может быть, это самое главное, что было в его судьбе, и что наиболее трудно для понимания современного человека, которому подвиг Христа стал совершенно непонятен. Отсюда и все эти клеветы на Николая II, потому что и его подвиг тоже остается для подравляющего большинства непонятным. А нам, как монархистам, необходимо очистить имя государя от клеветы и дать возможность русским людям наконец-то ясным взором посмотреть на свою историю, на своих государей и, соответственно, задуматься о том, как возродить величие России не под властью золотого тельца, его не будут никогда в таком случае, а под властью православного императора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова